Пчела, это как цивилизация, она пришла как вспомогательная система. И если это приоткроется на большой объем, это будет фантастика. Потому что пчела начинает синхронно работать с своим сознанием. Она не просто так, потому что информация там выше крыши. Выше крыши, потому что вспомогательная система начинает синхронно работать своими мозгами. То есть это мама природы, а пыление это одна из стай, которая, чем мы можем понять, не тем. Почему обливает русских пчел бензином, сжигает? Почему? А потому что всякая падаль, которая стремится как-то напакостить. Потому что русская пчела, она имеет еще энергию. Все остальное европейское это как бы камуфляж. Ну вот, плюс-минус, потому что тема настолько она захватывает. Она захватывает, потому что мед будет совсем другой. Информационный мед. Какой интерес будет к структуре Земли. Структура Земли, она тоже имеет огромное отношение. Потому что улей это генератор. И если он стоит на узлах, на узлах, это будет резонанс, как бы, на объем. Резонанс на объем. То есть там, где такой улей стоит, там беды не будет. Там беды не будет, потому что работает синхронно структура Земли, вспомогательная система пчела, цивилизация. И ты плюс, как цивилизация. Плюс мед, другого плана. Плюс опыление будет синхронно по отношению к структурам Земли. Знаете, сколько здесь вот таких удивительных вещей? Но, но, появятся другие придурки, которые все это обольют грязью, что это дрянь, что нельзя трогать, и вообще, как бы, пошли нахрен, да. Ну, здесь просто надо идти. Тема, она огромная тема. Потому что если это пчеловоды подхватят эту тему, будет огромный смысл. Нам оторваться от всех этих бредов, куда нас загоняют. Один из ключиков золотых пчела. Класс. Класс, потому что здесь, это не мои слова. Я просто, структуру, знаешь, такое структуру, как они выглядят. Я с ними, это параллельная система. Там приоткрываются удивительные вещи. Удивительные, если это бы в школе, под каким-то соусом, как бы, ну, преподать так, чтобы это все не в 70 лет, как бы, понимать, да, а немножко бы раньше. Это было здорово. Это уже люди появятся в другой расе. В другой расе, которая ничего не будет нарушать. Она будет понимать, что нельзя заплевывать землю, нельзя корабль пилить, нельзя его сверлить, нельзя, как бы, вырубать там, что к кому, что попать. Потому что все это разворовывается, этими тварями, лепкилями, или еще какими подонками там, разворовывается просто так. Значит, мы просто работаем на кого-то. Ну, сколько же можно быть этой дольной коровой, в конце концов, надо как бы все вернуть, все, от начала и до конца вернуть. Никуда эти подонки не вернутся. Никуда, никуда. Просто это кое-какая закономерность, и нам это будет урок. Нас загнали, гена-палочки, да? Но, но, это не говорит, что мы такие придурки безмозглые троллевали. Это как только выйдет на поверхность вихревой фактор сознания и вихревой фактор земли, он объединяется, рождается, сметает весь мусор. Тот, кто над нами, тот будет никто. Сейчас они, как бы, держат всю цивилизацию вот так вот. За грудь, да. И вот так носом тыкать, ментами там, или там, чокими подонками там. Это их руки. Руки, которые, сказали об вас, ну, тузик, он есть тузик. Никуда он не денется, он не имеет права дергаться, потому что он за это получает погоны и бумажки. Да, 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 да. Ну, в общем, цивилизация и цивилизация пчелы будет объединяться. Во, да. Спасибо. Спасибо.